В чем заключается лечение витринной оспы? В большинстве случаев лечение витринной оспы происходит на тому. Большое место в терапии витринной оспы занимают гигиенические мероприятия. Они направлены на то, чтобы предотвратить вторичное инфицирование высыпаний. Здесь очень важно не расчесывать сыпь, детям стричь коротко ногти, также соблюдать температурный режим в помещении. Не должно быть жарко, потому что излишняя потлевость усугубляет зуд. Соблюдать надо пить его режим. Достаточно надо пить человеку больному жидкости. Сюда могут входить разбавленные соки и неконцентрированные компоты. Пища должна быть легкая, растительная и овощная. При повышении температуры больному назначаются жаропонижающие препараты на основе парацетамола или ибупрофена. Также, так как это вирусное заболевание, назначается противовирусный препарат, например, ацикловир. При сыпи, естественно, обрабатывают либо зеленкой, либо фукорцином, метиленовым синим. Если сыпь сильно зудит, назначаются антигистаминные препараты, лоротодин, алирон, финистил. При тяжелом течении заболевания или появлении осложнений больного надо обязательно госпитализировать. Ребенка больного бетлянкой очень часто можно узнать по специфическому зеленому окрасу, поскольку высыпания обрабатываются в основном зеленкой. На сегодняшний день зеленка так и остается наиболее действенным и применяемым средством при бетлянке. Да, зеленка, так в народе называют бриллиантовый зеленый, и по сей день остается эффективным и самым доступным средством антисептическим, которое применяют при ветряной оспе. Но также при ветряной оспе применяют и метиленовый синий, фукорцин. Эти антисептические препараты, они точно так же, как и зеленка, подсушивают высыпание, только цвет у них другой. У метиленового синий это синий, а у фукорцина это такой красноватый. А существуют ли средства, которые помогают справиться с ветрянкой без зеленки? Ведь дети, особенно девочки, очень сильно переживали по поводу того, что их лицо украшают зеленые точечки. Есть такие средства, это, например, бесцветная жидкость костылани, которая точно так же обладает антисептическим и подсушивающим эффектом. Также можно использовать мазь ацикловир противовирусную, которая тоже способствует быстрому заживлению пузырьков. Ее надо там применять 5-6 раз в день мазать до появления корочек. И также есть бесцветный лосьон, коламин называется. Им тоже можно смазывать высыпание 3-4 раза в день и тоже эффект очень хороший. А что делать, если высыпания при ветрянке появились во рту? Сыпь при ветрянке может появляться не только на коже, но и на слизистых оболочках, то есть в ротовой полости и в промежности. Для этого рекомендуется использовать раствор фурцелина, раствор реванола, ну, также можно отвар ромашки использовать. Редактор субтитров А.Семкин